Прокурор Международного уголовного суда потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху, министра обороны Израиля и трех лидеров Хамас. Он считает, что Нетаньяху, как и все остальные, может нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности. И тут у меня, как у белоруса, главный вопрос. То есть Нетаньяху совершил преступление против человечности в то самое время, когда Лукашенко, по их мнению, пока вроде бы как не совершил. Или мы не доказали. Ведь Лукашенко убивал белорусов. Ведь Лукашенко репрессирует белорусов и запрещает им голосовать за пределами страны. Лукашенко так издевался над белорусами 25 лет, что страшно даже представить. Но его в Международном уголовном суде пока почему-то нет. КГБ наложил арест на квартиру дочки Павла Павловича Латушка. Координационный совет закрутился и у Лукашенко истерика и паника. То они коалиции представляют экстремистами, то теперь по детям пошел Лукашенко. А в свое время рассказывал Тихановскому в тюрьме, что дети тут якобы ни при чем. Вы начали моих детей торгать и так далее, а этот уже корю посадить. Ну за что? Пацана никогда не трогай детей. Или только лукашенковские дети ни при чем. Путин утвердил положение, в соответствии с которым допущенные к гостане россияне должны уведомлять ФСБ и службу внешней разведки за 30 дней до выезда на зарубеж. Ну как уведомлять? Спрашивать разрешение. Теперь никто из России не уедет. Сделает Лукашенко так же, чтобы из Беларуси тоже никто не мог выехать. Вроде бы как защищаете путинскую и лукашенковскую жопу, но при этом вы в тюрьме. Лукашенко начал говорить о войнах против Беларуси и о попытках диверсии в Беларуси. Мы видим и попытку, кроме информационной войны, навязать нам войну диверсионных групп. Мы видим, что они готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, как они их называют, для того, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси. Если внимательно посмотреть все репортажи Лукашенко, то на Беларусь хотят напасть 30 лет. 30 лет хотят создать диверсии и 30 лет не дают белорусскому народу развиваться. Вот Лукашенко все делает для страны, а ему все кругом мешают. И много фактов было, которые об этом говорят. Также Лукашенко отметил очень важный аспект. Он коррупционеру дал задание, чтобы коррупции в стране не было. Коррупционер коррупционеру, а коррупции говорит. Так может быть только в Беларуси. Вопросы недопущения коррупции и крышевания в нашей стране со стороны подконтрольных органов. В Москве и в Петербурге откроются аналоги советских магазинов «Березка». МИД России готовит документы для открытия двух магазинов беспошлиной торговли для дипломатов и их семей. В них будут продаваться товары без НДС и некоторых акцизов, включая алкоголь, табак, косметику и электронику. Магазины будут оснащены круглосуточным видеонаблюдением и системой контроля входа и выхода. Информация о покупателях и покупках будет передаваться в дипломатический корпус МИД. Алкоголь для официальных мероприятий можно будет приобретать только по заявке подписанной главой организации. Все как в Советском Союзе. Санкции санкциями, но чиновников мы будем холить и лелеять. В этих магазинах теперь будут деликатесы продавать, которые не могут попасть на полки магазинов для простых людей. Вот так. Литовская футбольная федерация отказалась играть с Белоруссией и получила за это штраф УИФА. Сложно размышлять на эту тему, ведь литовскую сторону можно прекрасно понять. Да и белорусский спорт это агитация и пропаганда системы диктатора. Ведь все сейчас, кто в Белоруссии, и занимаются спортом, и поднимают лукашенковский флаг, априори поддерживают диктаторский режим. Так или иначе, лукашенко во время 20-го года говорил о том, что спорт вне политики, а потом почему-то передумал. Как и в многих других аспектах. С первого сентября в Белоруссии десятиклассники не будут изучать историю Белоруссии. Вместо нее будет интегрированный курс. А действительно, зачем история Белоруссии для белорусов, не так ли? Зачем рассказывать про исторический герб, флаг, завоевание, победы, поражение? Зачем рассказывать о том, что Белорусь при Лукашенко ничего не добилась? Зачем это нужно, не правда ли? Так размышляет диктатор. Вы только вдумайтесь. В белорусских школах не будут изучать белорусскую историю. Гениально. Мигранты пытались поджечь польский пограничный пункт. По информации пограничной службы Польши, за три дня с 17 по 19 мая мигранты попытались перейти белорусско-польскую границу 729 раз. Мигранты бросали в польских пограничников камнями и ветками 729 раз. И диктаторская система об этом ничего не знает. Вы понимаете? 720 человек шастают по белорусским лесам, и их никто не видит. При этом Лукашенко пограничник. И на границе чуть ли не полстраны. Границу защищают. Он рассказывает о том, что он все деньги на военку тратит, защищая нас с вами от внешних врагов. При этом 720 человек спокойно гуляют по границе, и никто за это не переживает. По-моему, тут кто-то кого-то наебать пытается. В Беларуси будут повышать цену на бензин. В сложившихся условиях принято решение о проведении поэтапного повышения цен на моторное топливо в среднем на 3,5%. С шагом в одну копейку. 8 недель подряд по одной копейке, и это только официальные заявления. Это результаты неплохих атак со стороны Украины по инфраструктуре путинского режима. Не вдорожает. И тут же чиновники Лукашенковского бандестага попытались на уши лапшу белорусам навешать, рассказывая о том, что цена повышается, потому что не вдорожает. Разве не заявлял ли Лукашенко, что ему очень выгодно дружить с Китаем и Россией, так как они ему нефть дешевую продают? Разве Лукашенко не заявлял о том, что старший его брат, если его братом можно назвать, очень сильно ему помогает? Да нет, они просто пытаются как можно больше заработать. Нефть как была, так и осталась. Необходимо сохранить финансовую устойчивость нефтеперерабатывающих заводов. Одним из таких условий является корректировка цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Следующее видео тут вообще просто отвал башки. Батюшка из российского РПЦ предлагает жене мужа отравить. Не нравится жене, как муж ногами шоркает по полу. Батюшка быстро нашел решение. Тихо, спокойно подсыпайте мужа к ему в еду. Ну никто же на вас не подумает, что вы его отравили мушьяком. Он тихо и зальется. В Бобруйске у здания так называемого горосполкома произошло что-то не очень понятное. Как такое возможно, непонятно. Скорее всего, какой-то дипломат зашел в магазин «Березку» в Российской Федерации, нахерачился без акцизной водки. И вот результат. Различные средства массовой информации утверждают, что президент Ирана погиб, потому что летал на американском неисправном самолете. А неисправный он был, потому что санкции американцы ввели. И тут, как никогда, подходит вставка Лукашенко. Да вы радуетесь, что эти санкции ввели. Я надеюсь, что и его самолеты в таком же состоянии. Хотя, если говорить объективно, я бы не хотел, чтобы он просто упал на вертолете. Хотелось бы, чтобы он понес полную ответственность и назвал имена каждого, кто участвовал в том, что происходит в нашей стране. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!